Как вы себя сегодня чувствуете? Ну, нормально. Как голова не болела? А то вчера вы говорили, что болела голова. Ну, а сегодня ничего. С моей точки зрения, говорит Наталья Галенкова, медсестра должна уметь общаться с людьми, с пациентами. Тактичность, уравновешенность, ответственность – главные критерии в работе. И еще добавляет, нужно правильно владеть словом. Потому что пациент, он как ребенок. Иногда, не иногда, а чаще всего можно лечить словом. Можно же словом убить и можно словом вылечить. Очень приятно видеть, когда человек приходит в плохом состоянии, плохо себя чувствует. А выходит, выздоравливает выздоравливающим. Когда обратись, я всегда, как говорите, есть отношения. Не было отказа такого. Если мало, допустим, таблетка мне не положена, а вдруг у меня стало плоховатенько. Подойдешь всегда, таблеточку дадут, какой-то там отдавленец или что там. Все нормально. Что я больше могу сказать? Нормальный товарищ, работает нормально. Сердце меня всю жизнь тянуло посвятить себя медицине, рассказывает Наталья, чтобы помогать людям вкладывать свои силы в полезное дело. И вот медсестрой. Она работает уже 13 лет, 11 из которых в лоротделении Видновской районной клинической больницы. Больные ее любят, коллектив ее любит. Наталья Вячеславовна – это одна из таких кадров, которых нужно беречь, которых нужно как бы даже стимулировать, чтобы они задерживались всегда в отделении, не уходили в другое отделение. Наталья – единственный медик в семье. И свои профессиональные навыки умело применяет и в быту. Помогаю своим родителям, когда они заболевают. Ребенку вообще это большой плюс иметь в семье медика. Я так считаю. Наталья Галенкова говорит, я действительно больна своей профессией. В хорошем понимании этого слова – активная, жизнерадостная, любознательная. Ей интересно учиться и всегда узнавать что-то новое. Сложностей у меня в медицине нету, потому что, опять же, я люблю медицину. Мне нравится заниматься, узнавать что-то новое. Я постоянно у врачей спрашиваю, а как что, какие-то новые диагнозы. Потому что сейчас в нашем 21 веке очень много новых заболеваний и лечений. Я полностью всю душу отдаю медицине, потому что я ее люблю. А в планах на будущее у Натальи исполнить свою заветную мечту – стать врачом. Я считаю, что в медицине, как и любая медсестра, врач, все получится только в том случае, если есть желание, есть хватка, доброта, любовь к пациентам, любить людей. Тогда все получится. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.